Ксения работала в супермаркете уже полгода. Весь день крутилась, как белка в колесе. К вечеру закрывала глаза и видела пакеты молока, хлеб, пельмени, фрукты, а еще люди, люди. Но Ксения не жаловалась, хорошо хоть такая работа, ведь в ее селе вообще никак не заработать. Вот девушка и осталась в большом городе после окончания метеорологического училища. А по специальности никак не получалось ничего найти. Кроме этой работы, она еще устроилась в клининг-компанию и в выходные дни наводила порядок в богатых домах. Денег хватало на аренду жилья, еду и так по мелочи. Ксения понимала, что это все равно мало, но других вариантов не было. Как и любая девушка, Ксения мечтала о любви, чистой, красивой и чтобы на всю жизнь. Но рядом были только какие-то несерьезные ухажеры. Охранник в магазине Артем все звал пивка попить к себе домой в выходной день. А старший менеджер Петя игриво подмигивал, мол, чего разводить всю эту романтику, ты молода и хороша, и я неплох. Но Ксения делала вид, что намеки парней ей безразличны, а на самом деле они даже очень цепляли девушку и обижали, она же не такая. Как-то до закрытия магазина оставалось каких-то десять минут. Ксения заметила, что по торговому залу судорожно мечется молодой парень. Подбежал к мясу, потом к тортам рванул, напоследок про фрукты вспомнил, а на кассе вдруг оказалось, что он забыл свой бумажник. «Видимо, в машине», – с отчаянием произнес он. «Ничего не успеваю, у мамы завтра день рождения, вот составила список, а я только после работы смог. Извините, придется все оставить, я же уже не успею за бумажником». «До закрытия осталось пять минут», – ответила Ксения. «Она почему-то захотела помочь парню. Вы бегите, я пока отмену не буду делать». Парень благодарно кивнул и кинулся к дверям. В последнюю минуту он все же успел и радостно умчался с покупками. А когда Ксения вышла из магазина, у перехода вдруг затормозила шикарная темная иномарка. Из нее выглянул тот самый последний покупатель. «Давайте подвезу», – он дружелюбно улыбнулся. «Нет, спасибо», – смутилась Ксения. «Я на метро». «Понимаю, парень не отставал. К незнакомым в машину не садитесь. Правильно, тогда можно ваш номер телефончика? Меня, кстати, Матвей зовут». И Ксения, сама не понимая почему, продиктовала ему номер, имя свое сказала. Ну, понравился ей парень. А на следующий день она все время поглядывала на свой телефон. «Нет, не звонит». Ксения решила, что нечего ждать. Ну, не ее круга этот Матвей. Сразу видно, парень состоятельный. А она кто? Продавщица и уборщица. Но еще через день вечером на телефоне высветился неизвестный номер. Ксения с замиранием сердца взяла трубку. «Привет», – услышала девушка уже знакомый голос. Это был Матвей. «Ксения, извини, вчера не смог. У мамы день рождения был. Но я думала о тебе. Слушай, как ты отнесешься к походу в ресторан?» Сегодня Ксения немного стушевалась. «Ой, а я не могу». «А когда сможешь?» «Давай в субботу». Но не могла сказать девушка, что в субботу ей убирать в загородном доме. «Я могу в воскресенье». В воскресенье тоже был заказ. Но Ксения прикинула, что она все успеет. «Отлично», – обрадовался Матвей. «Я за тобой заеду. Говори адрес». Ксении было не совсем удобно назвать свой адрес. Она жила в такой убитой хрущевке. А потому называла адрес соседней новостройки. В воскресенье она сделала вид, что сидела на лавочке у своего подъезда, когда подъехал Матвей. «Ты давно меня ждешь?» – удивился Матвей. «Нет», – соврала Ксения. «Хотя сидела на лавочке уже более получаса. Я недавно вышла, вечер такой замечательный, воздухом вот дышала». А тот вечер и правда был замечательный, и погода, и настроение. Ксения впервые была в таком шикарном месте. Матвей такой внимательный и, самое главное, ненавязчивый, что очень нравилось девушке. После он подвез Ксению к дому. Она махнула ему на прощание, дождалась, пока он вырулится двора, и побежала в свою соседнюю хрущевку. Ксения понимала, что делает глупость. Он ведь знает, что она продавщица в магазине, и явно нет у нее ни богатых родителей, ни денег. Но признаться, что живет в обшарпанной пятиэтажке – это было выше ее сил. А Матвей все больше увлекался девушкой. Симпатичная, простая. Она смотрела на него уже влюбленными глазами. А парню это и нужно было. Ксения уже через неделю жизни не представляла без Матвея. Ей казалось, что они теперь уже вместе и навсегда. Они встречались практически каждый день. И вот однажды невинная ложь Ксении раскрылась. Матвей был очень настойчив и хотела зайти на чай. «Ксюша, ты мне не доверяешь?» «Немного с обидой», – сказал он. «Только чай». «Я доверяю», – ответила Ксения. «Но я боюсь, что, увидев, как я живу, ты меня бросишь». «Глупенькая, мне все равно, как ты живешь», – улыбнулся Матвей. «Прямо детский сад какой-то». «Ну хорошо», – решилась Ксения. «Тогда езжай вон к той хрущевке. Я там живу». «Ну, наконец», – засмеялся Матвей. «Я ждал, сколько ты еще будешь караулить меня у чужого подъезда». «То есть ты все знал?» – ахнула Ксения и покраснела. «Конечно», – кивнул Матвей. «Я ведь давно проследил за тобой. Чудо ты мое». «Ну, раз такое дело», – Ксения решилась признаться и в другом. «Я еще в выходные дни убираю богатые дома». «Вот и хорошо», – улыбался Матвей. «Значит, моя девушка будет хорошей хозяйкой». Эти слова растопили последние льдинки недоверия в сердце Ксении. «Значит, Матвей не чурается ее работы. «Значит, он ее правда любит». Ту ночь они провели вместе на съемной квартире Ксении. А потом еще и еще. Месяц Ксения летала, как на крыльях. На работе коллеги шутили, что она словно солнышко светится. Девушка только улыбалась. Да, в ее душе действительно было светло и радостно. А потом в одно прекрасное утро Ксения поняла, что с ней что-то происходит. Приболела, что ли. Голова кружилась, тошнила по утрам. И вдруг до жути захотела Ксении грейпфрутов. Девушка сама себе боялась признаться, что это то самое. Но в конце концов пошла в аптеку и купила тест. Две четкие полоски. Сомнений быть не могло. Ксения вначале расстроилась до слез. А потом обрадовалась. Чего же ей переживать? У них ведь с Матвеем любовь. И ничего, что он ее еще ни с кем не познакомил. Из своих друзей и родных. Просто все у них как-то быстро закрутилось. Теперь точно Матвей сделает предложение. Он же ее любит. Девушка решила тем же вечером все сообщить любимому. А Матвей даже не позвонил. Ксения набирала ему несколько раз. Но он не отвечал. Девушка провела бессонную ночь. Переживала. Явно что-то случилось. На работе была разбитая. В сердце сжали тяжелые предчувствия. А к обеду в магазин зашел Матвей. Он был не один. Рядом с ним под руку шла длинноногая блондинка. Она что-то весело щебетала. Матвей улыбался ей в ответ. Ксения, увидев их из-за кассы, замерла. Матвей равнодушно взглянул в ее сторону. И они с блондинкой пошли в сторону алкогольной продукции. Долго там что-то выбирали. А потом подошли к кассе с бутылкой дорогого вина. Именно к кассе, где работала Ксения. Милый, услышала Ксения капризный голос блондинки. Ты уверен, что это то самое вино, которое мы пили тогда на даче? Мне кажется, там буковки другие были. Да те самые буковки, засмеялся Матвей. Кому-то тогда меньше надо было пить. Ой, да ладно тебе, фыркнула девица. Ксения дрожащими руками пробила товар, сказала цену. Матвей расплатился, делая вид, что не знает Ксению. А она не поднимала глаз. Так ей было больно видеть любимого с другой. Ксения положила бутылку вина на прилавок. Та покатилась. Господи, какая безрукая! Возмутилась блондинка. Девушку просто устало, видно. С усмешкой сказал Матвей. И посмотрел в упор на Ксению. Их глаза встретились. Ксении хотелось что-то крикнуть ему. Швырнуть в лицо сдачу. Но она сдержалась и занялась другим покупателем. А Матвей подхватил вино, другой рукой приобнял спутницу. И они, весело болтая, пошли к выходу. Весь остаток дня Ксения провела как в тумане. Попросила девчонок заменить ее на кассе. И занималась выкладкой товара в зале. А перед глазами стояла та счастливая парочка. Почему он так с ней? После работы дома Ксения дала волю чувствам. Рыдала полночи. А на следующее утро, сославшись больной, она осталась дома. Он пришел после обеда. Просто позвонил в дверь и зашел, как ни в чем не бывало. – Зачем ты пришел? – с болью в голосе спросила Ксения. – За что ты так со мной? – Детка, в чем дело? – искренне удивился Матвей. – Я был с Викой. Это моя невеста. Мы с ней уже год. – А я? Зачем тогда это все? Ты же говорил, что любишь меня. – Какая ты смешная! – засмеялся Матвей. – Чего только не скажешь ночью. – Ксюш, ты же должна была понимать, что мы с тобой очень разные. Но тебя же это не останавливало. – Я мужчина. Ты симпатичная, милая девушка. Я и дальше не против поддерживать наши отношения. Но, Вика, мы с ней подали заявление в ЗАГС. – Пойми, это для нашей семьи выгодный брак. – А я? – Я еще раз говорю, с тобой мы можем и дальше встречаться. – Да пошел ты! – воскликнула Ксения. – Убирайся вон. – Да пожалуйста! – пожал плечами Матвей. Невелика беда. Неужели ты думала, что я женюсь на продавщице из супермаркета, подрабатывающей еще уборкой чужих домов? Детка, ты что-то себе там придумала? – Матвей, я беременна! – вдруг выпалила Ксения. Она решила, что эта информация все может изменить. А Матвей только брови поднял, немного помолчал, а потом достал бумажник, отсчитал несколько тысячных купюр. Этого должно хватить на решение проблемы. Спокойно, даже как-то буднично, – сказал он. – Как все сделаешь, придешь в себя, позвони мне. И он ушел, аккуратно захлопнув за собой дверь. А Ксения, как стояла у стены, так и сползла на пол без сил. Вот и все. А она надеялась, что эта новость обрадует Матвея. Но он только откупился. Ксения неделю жила, как во сне. Ходила на работу, домой приходила и падала без сил на кровать. Она не знала, что ей дальше делать. А потом ей приснился сон. Маленький мальчик бежал по полю с ромашками и протягивал к ней руки. «Мама!» – кричал радостный малыш, и вот он уже рядом. Ксения пытается его поймать и понимает, что ловит пустоту. Девушка проснулась от собственного крика. Сердце колотилось, как бешеное. «Маленький мой!» – прошептала девушка, положив руку на живот. «Не бойся! Мама с тобой!» Она все решила. Через несколько дней Ксения уволилась. Отдала ключи квартирной хозяйке и уехала в свой поселок. Никто ее там не ждал. Бабушка, которая воспитывала ее с трех лет, после гибели мамы, умерла несколько лет назад. А отца Ксения никогда не знала. К счастью, дом оказался в сносном состоянии. Ксения все отмыла, проветрила. Можно и жить. Пришел сосед, дед Николай. Подправил порог, забор. «Надолго ты, девка?» – спросил он после работы. «Чем тут заниматься будешь?» «Я дед Николай не совсем приехала», – призналась Ксения. «Ребенок у меня будет». «Вот дела», – ахнул старик. «А отец?» «А нет его», – тихо сказала Ксения, и на глаза навернулись слезы. «Ну ты ладно, не переживай», – сосед заметил, как сникла девушка. «Ребенок – это счастье. Мы тебе с бабкой моей поможем. Мы с бабушкой твоей хорошо жили в соседях. И тебя не бросим. И деньги у тебя будут на первое время. Бабушка ведь твоя тебе немного подкопила, мне отдала на сохранение. Вот и подошло время отдать. И здесь жить можно. А дитя подрастет. Может, в райцентр переберешься. Ты же синоптик или, как там, метеоролог. Так у нас на станции одни пенсионерки работают. Может, к тому времени, кто на пенсию соберется. А может, и судьбу свою еще устроишь здесь. У нас ведь знаешь, кто участковый? Пашка. И он не женат. «Мне сейчас не до женихов», – вздохнула Ксения и грустно улыбнулась. Павла она знала с самого детства. Хороший парень. Действительно. Учился на класс старшей Ксении. У них даже было что-то вроде первой любви. Так гуляли по вечерам, после деревенской дискотеки. А потом Паша в армию ушел. Ксения в город уехала. Вот и разбежались. Через несколько дней она увидела Павла. Так возмужал, окреп. Ксения помнила его тщедушным пареньком, а тут прям богатырь. Паша, увидев Ксению, немного растерялся. Так поговорили ни о чем. И разошлись. У каждого своя жизнь. Паша, правда, сказал ей, что если что надо, Ксения может к нему обращаться. Но девушка не придала значения его словам. Хороший он парень, но не ее. Она все равно Матвея любила. И втайне надеялась, что она думается, позвонит ей. Но прошло время, Матвей так и не объявился. А потом Ксения родила мальчика. Накопленных бабушкой денег хватило, чтобы купить малышу все необходимое. Ксения наслаждалась своим материнством. Она оказалась такой заботливой мамой. Илюшка родился здоровым малышом и каждый день радовал Ксению. Илюшке был год, когда неожиданно в село приехал Матвей. – Как далеко ты забралась, – сказал он с порога. – Еле тебя отыскал, даже детективов нанимал. – Зачем? – прошептала Ксения. Она как раз заканчивала уборку в доме, когда зашел Матвей. Так и замерла с тряпкой в руках. – Да брось ты ее! – засмеялся Матвей и подошел к молодой матери. Взял тряпку из ее рук и бросил в ведро. Обнял замерзшую Ксению. – Я очень тебя люблю, это я сейчас только понял. Мне, когда детектив сказал, что ты родила, я как с ума сошел, простить себя не мог, что так с тобой расстался. Ребенок, это же мой ребенок. – Конечно, твой, – кивнула Ксения и склонила голову ему на плечо. – Матвей, я знала, что ты вернешься. Вот я и вернулся. Парень поцеловал ее, а она не оттолкнула. А на следующий день Матвей увез Илюшку и Ксению в город. Он убедил ее, что теперь они будут жить одной семьей. – Сейчас мои родители за границей, – объяснил Матвей. – Вот вернуться, я тебя с ними познакомлю. – Мы будем жить в твоем доме? – Ксения не могла поверить своему счастью. – Пока нет, – грустно вздохнул Матвей. – Вот родители вернутся тогда. А пока я снял для нас квартиру. Пойми, я же не хозяин в доме. Но ты не переживай, ты понравишься родителям. Тем более, у нас такой классный пацан. И он подхватил на руки Илюшку. Малыш почему-то заплакал. – Он просто к тебе еще не привык, – объяснила Ксения. – Ничего, привыкнет, – засмеялся Матвей. И началась новая жизнь у Ксении и Илюшки. Хорошая квартира, Матвей такой заботливый. Единственное, очень часто любимый куда-то уезжал. Бывало, и ночами его не было. Матвей объяснял, что у него просто много работы. Ксения верила и ждала, когда же он познакомит ее с родителями. Как-то Ксения гуляла с Илюшкой в парке. И тут увидела, как к их дому подъехала красная иномарка. Из нее вышел Матвей. Он подошел к машине со стороны водителя. Опустилось стекло. И Ксения увидела ту самую блондинку из супермаркета. Она улыбалась, что-то говорила Матвею. Потом они поцеловались. Блондинка уехала, а Матвей пошел в подъезд. Ксении хотелось броситься следом и устроить скандал. Но потом остыла. Матвей ведь с ней? А это кукла? Ксения верила, что с Матвеем у этой Вики ничего серьезного. «Ты чего такая хмурая?» Улыбающийся Матвей открыл ей двери. «Что Илюшка?» «Спит», – прошептала Ксения. А я просто что-то устала немного. «Ясно. Давай Илюшку. Я уложу», – заботливо сказал Матвей. «А ты давай на кухню. Я там свежего чая заварил». «Хорошо», – улыбнулась Ксения. Матвей уложил Илюшку, а потом пошел в ванную. А Ксения решила заглянуть в его мобильный телефон, чего она раньше не делала. Она увидела переписку с Викой, общие фотографии, в том числе свадебные, и с каким-то малышом. Потом открыла электронную почту. И тут она поняла – Матвей женат на этой Вике. У них есть сын Андрей, по возрасту почти как Илюшка. И у мальчика большие проблемы с сердцем. Ксения была потрясена. Она не могла понять, что происходит. Если у Матвея семья, тогда зачем он ее с Илюшкой из деревни привез, еще и в любви клялся, жениться обещал. Когда Матвей вышел из ванной, она уже положила его телефон на место и сделала вид, что уснула на диване, рядом с кроваткой сына. Матвей плотно закрыл двери в комнату и ушел на кухню. Ксения услышала, что он с кем-то разговаривает по телефону. «Милая, да не переживайте так», – услышала Ксения его голос. «Я люблю только тебя и Андрюшку. Ну а эта дура, ну дура она и есть. Мне надо только усыпить ее бдительность, а потом я заберу ребенка. Все уже договорено». Трансплантологи уже нас ждут. «Ой, да не грей ты голову. Для меня есть только один сын – наш Андрюшка. А этот он и на свет не должен был появиться, хотя даже лучше, что родился. Теперь нашему малышу заменят сердечко, и он будет жить». Ксения, услышав все это, еле сдержалась, чтобы не закричать от ужаса. Получается, Матвей приехал за ними в деревню, чтобы забрать и погубить ее сына. Да кто он после этого? Монстр! Ксения поняла, что надо действовать очень осторожно, чтобы Матвей ничего не заподозрил, иначе он может пойти на крайние меры. Она вновь легла на диван. Ее била мелкая дрожь, нервы на пределе, но молодая женщина смогла справиться с волнением. Матвей ничего не заподозрил, но спит и спит. Ушел спать в другую комнату, а утром уехал на работу. Ксения дождалась, пока за ним захлопнулась дверь, и тут же подскочила с дивана. Быстро собрала свои вещи и вещи сына. Тут и Илюшка проснулся. «Поехали домой, маленький!» Дрожащим голосом сказала Ксения малышу, одела малыша и вышла из квартиры. На ее счастье она тут же поймала попутку и добралась до вокзала, а там и поезд. Через сутки она была в родной деревне. Пока они ехали в поезде, Матвей звонил ей несколько раз и в деревне названивал, но Ксения не отвечала. Она надеялась, что теперь он отвяжется от нее и сына. Но она ошиблась. Через несколько дней в деревню на большой черной машине приехал Матвей с двумя верзилами. Они ворвались в дом, Илюшка как раз спал. Ксения заслонила сына спиной. «Пошел вон из моего дома!» – с ненавистью сказала она Матвею. – Я все поняла. Я поняла, для чего тебе нужен мой сын. – Догадливая! – усмехнулся Матвей. – Тогда даже проще. Давай договоримся. Ты отдашь мне своего ребенка, а я тебе заплачу хорошую сумму. Соглашайся. Тебе надолго хватит. Поживешь хоть как человек. – Ты не человек! – вскричала Ксения. – Ты упырь! Как ты можешь мне такое предлагать? Убирайся, иначе я позову полицию. Но тогда я заберу его сам. – злобно ответил Матвей и оттолкнул Ксению. Направился к кроватке к Илюше. Один из его помощников схватил и держал Ксению. И тут распахнулась входная дверь и ворвался Павел с оружием. За ним еще несколько оперативников. Последний в дом вошел дед Николай. Оказывается, он, как только увидел машину у дома Ксении, пошел узнать, кто там к соседке приехал. Услышал крики и понял, что происходит что-то страшное. Хорошо, что в этот день Павел был в их селе вместе с коллегами. Одни алкаши в магазин залезли. Вот с ними и работали. Матвея и его подельников задержали и доставили в отделение полиции. Матвей вначале от всего отпирался, а потом сознался, что действительно хотел использовать Илюшку в качестве донора для другого сына. Он даже нашел таких докторов, которые были согласны на такое преступление. Это было громкое разбирательство. К делу подключились даже следователи из Москвы. В итоге была накрыта целая банда черных трансплантологов. Преступники получили большие сроки заключения, в том числе и Матвей. А Ксения? Ксения поняла, что родилась под счастливой звездой. И Илюшка тоже. Ведь страшная угроза только крылом коснулась. А благодаря бдительности деда Николая и полиции все закончилось хорошо. Сейчас Ксения замужем за Павлом. Она счастлива. Вместе они растят Илюшку. Скоро у них второй малыш появится. Живут в райцентре и не хотят никуда больше перебираться. Родная земля она ведь хранит. Хранит от всяких бед. А та самая Вика уехала за границу. Там ее сын проходит лечение и ждет уже законно очереди на сложную операцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok